Кэтрин и Джеймс встретились не случайно, и все обстоятельства будут способствовать их сближению. Кэтрин молода, одинока и, скорее всего, пойдет на контакт с необычным пациентом. Обаятельный, мужественный, с добрыми глазами, хочет спасти человечество. Джеймс, в свою очередь, годами жил в невыносимых условиях, и определить его желание легко. На самом деле, связь между героями глубже, чем они думают. Их знакомство произошло будто бы в 90-м году. Но Кэтрин чувствует, что когда-то уже видела Джеймса, и спрашивает, где прошло его детство. А знающие люди ее в этот момент почему-то одергивают. Двух героев объединяет то, что у них нет родителей. Даже если бы мальчик в аэропорту был Джеймсом Коулом, то, скорее всего, вирус оставил бы его сиротой. Но это и не важно, потому как настоящий Коул не имеет к нему отношения, и воспитывался далеко не родными людьми. Что касается Кэтрин, то когда Джеймс ее похитил, полицейские пришли к ней домой и стали общаться с чернокожей женщиной. Автор не упоминает родителей Кэтрин, и не озвучивает статус этих людей. Он только дает понять, что они для нее самые близкие, и одновременно не являются биологическими родителями. Кэтрин и Джеймс виделись в детдоме давным-давно. Потом ее удочерили, а его забрали в программу подготовки смертников. Джеймс об этом не помнит ничего, потому что его мозги уже не раз перезаписали, а вот Кэтрин глубоко внутри чувствует привязанность к Джеймсу. Но не может определить причину, потому что на момент расставания они были маленькими детьми. Ей повезло заметно больше. Она получила хорошее образование, престижную работу, но, как и Джеймса, Кэтрин готовили к определенной роли. Она ведет научную работу, тема которой – синдром судного дня. Психиатр рассказывает широкой публике о примерах того, как психически больные люди оказываются охвачены идеей конца света. Тем самым она порождает у людей мнение, что про апокалипсис говорят только сумасшедшие. Сама Кэтрин о подобном самовлиянии не задумывается, но именно из-за него ей дают выступать в центральных залах, помогают печатать и рекламировать книги. Кэтрин, естественно, думает, что ведет исследования сама. Но вообще-то ей, так же, как и Джеймсу, подкидывают фрагменты информации, задающие работе правильное направление. Коллега передает Кэтрин записку, сделанную на странице журнала. Написал ее будто бы Джеймс. Незадолго до того нам показали, как он выводил какие-то буквы, пряча их от Джеффри. Может быть, он и правда писал Кэтрин, но это не значит, что к ней попали его слова, на его листе бумаги. Не успев дописать, Джеймс получил порцию лекарств и отключился. Кто-то из постановщиков спектакля посмотрел на его творчество и быстро придумал, как им воспользоваться. Чему посвящена написанная в журнале статья? К концу света. Спустя 6 лет доктор Рейли издаст целую книгу по данной теме. И немалая часть материала попала к ней примерно таким способом. Кто-то что-то принес. Когда Кэтрин представляла книгу общественности, ее выступление посетил доктор Питерс. По окончании он к ней подошел и стал говорить, что конец света очень даже реален. И зря она называет тех, кто его опасается, сумасшедшим. Позднее Джеймс будет убеждать Кэтрин в том, что прилетел из будущего уничтоженного армией 12 обезьян. В этот момент ей придется вспомнить про человека странного вида, который ее предупреждал о том же самом. Еще раз она про него вспомнит в концовке, когда встретит в аэропорту. Кэтрин поймет, кого видит перед собой, ее охватит паника, и она побежит за помощью к Джеймсу. А он побежит навстречу судьбе, с только что выданным пистолетом в руках. И ничего случайного не было. Доктор Питерс не просто так приходил на лекцию и читал тираду о конце света. Закладку он оставил не в книге, а в голове героини. И таких закладок было сделано немало, самыми разными людьми. Какие-то из них наверняка не сработали, но этого никто и не заметил. В целом результат был достигнут. Поэтому неудивительно, что Кэтрин тогда записала на стене заранее подготовленный текст. Неважно, как именно ей донесли идею. Нам показали, что героиня была подвержена чужим манипуляциям. По сути, она, сама того не понимая, написала по чужую диктовку целую книгу. Один из эпизодов которой рассказывает о солдате времен Первой мировой. Попав под химическую атаку, он сошел с ума и стал всем говорить, что через 80 лет случится конец света. Роль солдата сыграл товарищ Джеймса по имени Хаса. Их совместный полет в прошлое мы видели. История, конечно, была сфальсифицирована. Это видно здесь. У изображенного человека шрам под левым глазом. В то время как у Хаса он под правым. Скорее всего, эта фотография была подлинной. И с ней был связан рассказ, который выдумали 100 лет назад. А сейчас его взяли, стряхнули пыль, добавили нового персонажа, сняли ремейк и подсунули материалы нашей исследовательницы. Подумаешь, допустили нестыковку, вырезали у актера шрам с неправильной стороны. Все равно ведь никто не заметил. Все, что обнаружит на фотографиях Кэтрин, это Джеймса. И придет в ужас. Одной из главных задач постановщика спектакля было убедить Кэтрин в том, что грядет конец света. И нужно вести с ним активную борьбу. Раньше она всем доказывала, что в апокалипсис верят сумасшедшие. А теперь сама оказывалась в этом положении. Публика, которая читала ее книги, узнает о ее судьбе из телевизора. И поймет, сумасшедшими являются все, кто к данной теме прикасается. Сначала изучаешь психов, которые верят в конец света. А потом сам становишься таким же. Поэтому лучше сюда вообще не лезть. Чтобы выставить Кэтрин сумасшедшей, достаточно было заставить ее поверить в то, что Джеймс летает на машине времени. Основную роль в этом сыграла история на тему Первой мировой. Кроме фотографий, доказательством выступила пуля, которая попала Джеймсу в ногу. Позднее Кэтрин ее лично достанет. Примечательно то, что она целая. Совершенно голого Коула выстрелили почти в упор. Пуля застряла у поверхности в мягких тканях, нетронутой. А герой потом еще и бегал с ней в ноге целый день. Причем выстрел угодил в заднюю поверхность ноги. Но и спереди появилось пятно крови. Настоящая пуля прошла на вылет. И внутрь обработанные раны с передней стороны засунули другую. Новенькую и блестящую. Она должна была быть целой, потому что искать бесформенные осколки гораздо сложнее. Да и вряд ли бы Кэтрин пришло в голову отдавать их на экспертизу. А так вот, все целехонько и все хорошо видно. Экспертиза, что надо, подтвердит. Точно так же, как она ранее подтверждала отсутствие наркотиков в крови Джеймса. С той же целью обмануть Кэтрин, ученые из бункера подкидывают Коулу сведения, якобы из прошлого, а по отношению к ней из будущего. Вся страна следит по телевизору за поисками без вести пропавшего мальчика. По одной из версий он упал в колодец, но найти его там не могут. Джеймс сам не понимает, откуда он знает, что на самом деле мальчик прячется в амбаре. Но главное то, что когда его найдут, бедный психиатр будет сходить с ума, пытаясь найти объяснение, не связанное с машиной времени. Конечно, люди в халатах знали, где сидит мальчик. Они его туда и... Наконец, приведем последний пример фальсификации. Ученые показали Джеймсу запись перехваченного имя телефонного звонка, сделанного в прошлом. Позднее Кэтрин эти же слова вроде бы произнесет. А Джеймс похвастает, что все знал заранее. Однако в записи ученых реальный голос Кэтрин звучит только в конце. Слова «хорошего Рождества» ничего уникального из себя не представляют. Произносились героини по ходу ее жизни много раз. Причем интонация не подходит для общения с незнакомым человеком. И тем более незнакомой организацией. Таким голосом завершают разговор с близкими людьми. Частную беседу Кэтрин записали, вытащили отдельную фразу, дополнили синтезированной речью и включили Коулу в бункере. А ей самой сделали закладку. И она сработала. Ни мы, ни Коул не слышали, что именно сказала Кэтрин по телефону. Она увидела в словах Джеймса совпадение со своими, достаточное, чтобы удивиться. Однако полного оно не было уже потому, что Джеймс повторил фразу из бункера не до конца точно. Кэтрин долго не верила рассказам про апокалипсис. Но постепенно ее разум сдался под напором совпадений. Она приняла мысль о том, что скоро мир будет уничтожен. Синдром Кассандры, который она изучала в своих работах, приходится испытать самой. Древнегреческий миф рассказывает о дочери троянского царя, получившей от Аполлона в дар способность предсказывать будущее. Девушка решила не отвечать богу взаимностью, которую он от нее ждал, и в дополнение к своему дару получила проклятие. Никто в ее предсказания не верил. Хотя они были правильными. И теперь Кассандра знала, что впереди родную трое ждет катастрофа, но изменить ничего не могла. В фильме «12 обезьян» путешествий во времени нет. Конец света еще не произошел. Кэтрин с каждым днем все сильнее убеждается в его наступлении и не может помешать. Узнав, что психопат Джеффри Гойнс собирается украсть опасный вирус, она, наивная, стала звонить его отцу. Важно то, что весь этот диалог между доктором Питерсом и доктором Гойнсом сильно завуалирован, и собеседники прекрасно понимают слова друг друга. Они говорят о хорошо известных друг другу вещах. Позднее доктор Гойнс, лежа в мешке, будет делать вид, будто узнал о планах сына от Кэтрин. Вот только почему-то ему не требуется ничего объяснять своему подчиненному, который не слышал слов Кэтрин, но сразу понял, какое предположение могло у него возникнуть насчет Джеффри, и о какой армии обезьян она спрашивала. Этими словами доктор Гойнс сообщает своему сотруднику, что гражданка проявляет излишнюю активность, и может быть поняла больше, чем ей требуется под сценарию. Слово «теоретический» обособлено интонацией, дабы показать, что брать его нужно в кавычках. Это в своих книгах Кэтрин описывает истории, взятые из мифов и легенд. В ее случае синдром Кассандры настоящий. Доктор Питерс это знает, потому как и является ключевым исполнителем. Он показывает начальнику, что все понял. Речь идет о том плане, над которым они вместе работают. Ему ясно, что не так с действиями Кэтрин, и он спрашивает, какие меры предпринять в случае, если она продолжит мешать. Шеф предлагает еще раз перепроверить весь план и убедиться, что помешать она не сможет. Доктор Питерс не подведет, сделает все как надо. Кэтрин и Джеймс выставлены преступниками, а сам он спокойно отправляется развозить вирус по планете. Казалось бы, террорист прибыл в аэропорт, чтобы распылить смертельный вирус. Он должен столкнуться с множеством препятствий. Каждый его шаг совершается во враждебной обстановке и грозит стать последним. На лице доктора Питерса местами проглядывает нервное напряжение, но никаких реальных угроз для него нет. Служба безопасности встретила злодея как дорогого гостя и сделала всю работу за него. В спокойной цивилизованной форме его попросили открыть емкости с биологическими образцами для проверки. Так и устроили теракт. Легальным образом и под предлогом защиты людей. Весь дальнейший путь доктора Питерса будет таким же. Да, иногда нужно пробежаться, но где? По ковровой дорожке? Впрочем, небольшой шанс на провал есть всегда. На этот случай нужна страховка. Поэтому в самолете герой встречает одна из ученых из бункера. Ее задача подстраховать доктора Питерса. Если что-то пойдет не так, оказать помощь. Рукопожатие – это важный символический жест, который показывает, что люди находятся в одной команде. Она называет пароль. Он дает правильный отзыв. Впереди еще много работы, но пить шампанское, отмечая совместный успех, уже пора. В финальных титрах указана специальность ученых. Она вовсе не вирусолог, а астрофизик. Изучает небеса, в переносном смысле слова. Поэтому значение ее имени, Джонс, тоже понятно. Справа Святой Петр, а слева Святой Иоанн. Выбор некоторых городовых маршрута неудивительный. Скорее всего, в фильме «12 обезьян» можно найти не только Иоанна и Петра, но и всех остальных апостолов. Однако, это тема для более серьезного исследования. Пока обратимся к словам простого священника, который, заметив Джеймса, его окликнул. Выглядит, как попытка затянуть человека в религиозную секту. Вот только Джеймс в ней давным-давно состоит. У двух персонажей разные роли и задачи, но направленные на одно общее дело. Они – команда. Пусть и совершенно этого не понимают. Потому что другая часть их команды делает свою работу качественно. Еще одним важным элементом спектакля Доктора Гойнса была психбольница. Она символизирует собой все общество, которому профессионалы промывают мозги. За спиной психиатров видны надписи. Их тяжело и разобрать, и перевести, и уж тем более понять. Хотя некоторые кажутся очевидными. В одной из сцен Джеффри будет угрожать солдату армии «12 обезьян» стерилизацией. Откуда это взялось и кому обращено? Такой же вопрос возникает и здесь. Другая надпись говорит о смене лошадей, под которой имеется в виду смена 99% людей. Они – те глава силы общества. И цель верхнего 1% – доехать до той точки, где можно пересесть на что-нибудь новое. Например, на роботов. Остальные фразы разбирать не будем, они слишком сложны. Лучше послушаем Джеффри. Его простой и понятный рассказ о том, как правильно держать общество под контролем. Наличие псевдо сумасшедшего персонажа позволяет автору доносить зрителю информацию в более-менее открытом виде. Джеффри озвучивает здравые мысли, но, выступая в образе психа посреди балагана, он скорее сбивает с толку. Джеффри рассказывает о том, как еще в 19 веке никто не знал такого понятия, как микробы. А когда люди чего-то не знают, им легко запудрить мозги, смешав истину с откровенными глупостями в одном большом котле под названием конспирология. О ком говорит Джеффри в последней фразе? О знакомом пациенте, которого мы даже не видели? Или все-таки нет? Всего один звук отделяет одну фразу от другой. Джеффри законы мироустройства признает, но тоже находит чем ответить. Слово attractive хорошо подходит для описания человека со стороны, но не для комплимента. При прямом обращении лучше использовать другие слова. Правда, Джеффри комплиментово не делает, перед ним человек, задача которого следить за людьми, фиксировать их мысли, то есть душевное состояние, и если надо, принимать меры. Самое важное для нее – не раскрыть свою роль, лишнего внимания к себе не привлекать. Джеффри знает, с кем имеет дело, и не упускает возможностей для насмешек. Заключенные не видят, кто здесь охранники, а те, в свою очередь, не понимают, что мало чем отличаются от заключенных. Да, находятся по другую сторону решетки, но в той же самой тюрьме. И это сегодня. А что будет завтра? В мифе о Кассандре обычно упускают из вида то, что свое проклятие она получила, уже имея дар видеть будущее. Она знала, что должно произойти, и не стала менять своих действий. Аполлон наказал Кассандру не за отказ в любви, а за то, что не поверила в подлинность его дара, и тем самым не поверила в его божественную силу и статус. Вряд ли Таригелем считает людей, которые нами правят богами, но их превосходство, безусловно, признает. И, наверное, надеется, что они останутся хотя бы людьми. Этого человека звали Бертран Рассел. Как и доктор Гойнс, он был ученым и аристократом. И выступал против насилия и войн. Это, конечно, не было бы, если это только кампания над оружием, но это, в факт, является кампания над войной. И моментальный аргумент над войной является основной от оружием, но, если они были в порядке, там были другие аргументы, которые были просто потенны. И, конечно, факт, есть, что человечество не может избавиться, если он будет продолжать войну. В последнее возможности, что человечество может быть уничтожен, и это очень реальная возможности, очень реальная. И это, конечно, что-то, но, если это не случилось, Итери Гиллиам и Бертран Рассел предупреждали мир о том, насколько велика грозящая ему опасность. Каковы были их реальные мотивы, мы не узнаем, но обязаны признать, что эти люди гораздо умнее и осведомленнее нас. Они лучше знают, в каком мире мы живем, и что с ним происходит. В одной из сцен Кэтрин и Джеймс попадают в дряхлый отель под названием «Земной шар». Ее принимают за проститутку и вызывают ответственного гражданина, чтобы поставил на место. На мир можно смотреть по-разному, но в конечном счете 99% людей находятся в положении постояльца в отеле, из которого можно в любой момент высидеть. Ухудшает ситуацию то, что отель насквозь прогнил. И ни вирусы, ни глобальное потепление в этом не виноваты. Деградация культуры, разрушение государственных институтов, мировая война. И вот уже всем пора искать путеводитель по стране под названием Венгрия. В ситуации с пропавшим мальчиком из стилей новостей все поначалу думали, что он сидит в колодце и умирает от голода. Потом оказалось, что вся история была шуткой. Но это был телевизионный спектакль. В реальном судьба мальчика по фамилии Ньюман может оказаться другой. Всем понятно, кого надо спасать. Прилагаются огромные усилия, но ищут не там, делают не то. И результат будет соответствующим. Для постояльцев в отеле он станет трагедией, а для владельцев чем-то сродни чистки ковра. Именно эти услуги предоставляла компания, чей номер телефона дали Джеймсу ученые для связи с ними. Кэтрин радуется тому, что картина мира будущего, которую нарисовали ученые, оказалась неправдой. Радуется, конечно, зря. Первый монтажный переход от кадров мира будущего к миру современному Торигелем сделал с помощью картины под названием «Идеальный город». На полотне изображена городская площадь. С выстроенными вокруг величественными зданиями разных эпох, ставшими результатом колоссального труда многих поколений, давно ушедших в небытие. На огромном благоустроенном пространстве остается лишь пара десятков счастливчиков. Вот он, идеальный город. Джеймсу показали картину его судьбы в самом начале фильма. Тогда он еще не знал, что изображенная на ней смерть уготована ему. Но шаг за шагом реальность складывалась именно так, как запланировали ученые. Почему Джеймс падает в такой неестественной позе? Прямые руки выставлены в сторону, словно герой находится на кресте. Он в самом деле мученик, которого вели вперед 12 апостолов. Кэтрин знала о содержании сна Джеймса и тоже не смогла делаться от навязанной ей фиктивной реальности. Оказавшись в ее эпицентре, она поверила, что где-то здесь стоит мальчик, из которого вырастет ее герой. Прилетевший, словно на крыльях, из будущего. Она радуется, что его нашла. И никто никогда ей не поверит. Ни в чем. Кэтрин одна из немногих, кто реально что-то знает о случившемся, кто принимал участие в событиях, кто видел людей, которые их организовывали. Но теперь все окружающие будут считать ее сумасшедшей. Именно для того, чтобы окончательно свести Кэтрин с ума, постановщики спектакля и привели мальчика, исполняющего роль 8-летнего Джеймса Коула. В завершающих кадрах фильма он вместе с родителями покидает аэропорт. Их полет отменили и остается только следить за тем, как пассажиры бизнес-класса доктор Питерс и доктор Джонс летят по своим делам. Если бы мальчик был настоящим Джеймсом, то значение финальной сцены заметно бы снизилось. Судьба Коула к тому моменту решена, а ее трагизм исчерпан. А теперь допустим, что перед нами случайный ребенок. Он впервые попал в аэропорт, весь в нетерпении от грядущего полета, спешит к новым для себя невероятным эмоциям. Внезапно он видит ужасную и непонятную сцену, после которой приходится возвращаться домой. И вот он, расстроенный, поднимает глаза к небу, видит улетающий самолет и не понимает, что прямо сейчас от него улетает его будущее. Навсегда. А те люди, руками которых его отнимают, сидят и пьют шампанское. Для Джеймса Коула этот смысл тоже применим, но в гораздо меньшей степени. Он определенный персонаж со своей личной судьбой. А вот мальчик совершенно абстрактен. На его место можно поставить любого человека и будет тот же результат. В самых первых кадрах фильма автор дал намек на то, кого олицетворяет собой мальчик. На его лице отражается мерцающий свет. А что подразумевается в качестве источника? Экран, телевизора или кинотеатра? С кем можно сравнить 99% людей? Классический вариант довольно жестокий. Тригилем проявил доброту и сравнил нас с детьми. Мы мало что знаем об устройстве мира и плохо понимаем суть происходящих событий. Мы порой успешно существуем в рамках установленных правил, но в полной мере их осознать и уж тем более выйти за пределы не можем. Мы видим только фальшивую картинку, подсунутую клоунами в халатах. I found my thrill on blueberry hill. В рамках спектакля мальчика привели за руку и показали в кавычках его судьбу. В рамках фильма 99% людей посадили перед киноэкраном и показали им их судьбу. И сказали, надежды нет. I can't save you, nobody can. Спасти может только чудо. Тригилем начинал свою карьеру в качестве художника-аниматора. Его краткометражные мультфильмы составляли важную часть сериала Монти Пайтон. Печальная история мальчика из 12 обезьян, мечтам которого полезеть в небо не суждено было сбыться, перекликается с мультфильмом Чудо Полёта. В нём, как и во всём творчестве Гилема, под слоем юмора скрыты фундаментальные темы. Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле, всё сказанное ранее – это только первый уровень восприятия фильма. Теперь попробуем раскрыть второй, который, как ни странно, делает ситуацию чуть менее мрачной. Однако его содержание будет далеко выходить за рамки фильма и может показаться слишком странным и неожиданным, в зависимости от ваших представлений об окружающем мире. Итак, избавление от лишних 99% может быть и важная задача, но не первостепенная. Рабочие и крестьяне никому не мешают, и больших угроз не несут ни природе, ни верхнему слою общества, внутри которого идёт реальная борьба. Как уже говорилось, Доктор Гойнс по ходу фильма попадает в унизительное положение, на глазах у публики. Хотя в его действиях виден практический смысл, для самого факта унижения должно быть отдельное объяснение. Вернёмся к картине Рембрандта. Искусствоведы, опираясь на такие характерные детали, как прическа и рубашка, утверждают, что изображён здесь не простой военный, а человек из аристократической среды, к которой Рембрандт не относился. Выходит, Джеффри ещё и фальшивый аристократ. Это не означает, что он и его отец – подставные фигуры. Всё дело в том, что доктор Гойнс – американец, а Терригелем – англичанин. В глазах большинства людей Англия и Америка являются чуть ли не синонимами. Заявляется, что Запад – это единая сила, союзники, которые по всему миру ведут борьбу с варварами и террористами. Проблема только в том, что весь остальной мир – это, так или иначе, колонии Запада. И если он един, то кто против кого ведёт борьбу? После того, как США завоевали независимость от Англии, они навсегда стали для неё смертельным врагом, которого нужно уничтожить. Снявший 12 обезьян Терригелем родился и вырос в Америке, но взрослую жизнь провёл в Англии. Монти Пайтон снимали не ради массовой аудитории, которая не так много в его содержании понимала. Авторы учились в Кембридже и Оксфорде, не для того, чтобы потом развлекать обывателей. Главные зрители сидели на другом уровне. В коллективе Монти Пайтона над Гильемом подшучивали словами о том, что он вырос на ферме в Миннесоте и по-английски умеет говорить только односложными предложениями. Но это были не издевательства, а шутки со стороны друзей. Сам Гильем признавался, что переехав в Англию, он понял, что до этого не знал английского языка, хотя в США получил элитарное образование. В какой-то момент Гильем отказался от американского гражданства, а в интервью слишком часто повторяет, что Америка страна с низким уровнем культуры. Может быть так и есть, но ведь не обязательно об этом говорить. В 12 обезьян есть отдельный кадр в начале фильма, где автор отчётливо показал своё представление о Соединённых Штатах. В этот момент Джеймс Коул впервые видит улицы современного мира, а мы видим карикатуру на Америку. Грязное полицейское государство, огороженное колючей проволокой. На среднем плане развивается американский флаг. А на переднем то же самое происходит с обрывками мусорного пакета. Вот настоящий флаг США. Сравнение более чем наглядно. Поэтому, возвращаясь к доктору Гойнсу, конечно, он фальшивый аристократ. Других в Америке нет, настоящие живут в Англии. Этим же объясняется откровенное неуважение к традициям со стороны Джеффри, храпевшего во время торжественной речи отца и махавшего за столом обувью, которую его заставили снять. Поведение понятное, ведь если правильных традиций нет, то нечего изображать из себя аристократа. Теперь вспомним священника, которого встретил Джеймс. Он был занят чтением проповедей. Как известно, у священного писания есть множество разных версий. И именно эта строка взята из Библии короля Джеймса, основополагающей для церкви Англии. Перепутать сложно, потому как в остальных англоязычных изданиях вместо драконов фигурируют гиены или шакалы. Более того, пророчество, содержащее эту строку, говорит о том, как Бог послал на мир страшную кару, но сделал это для того, чтобы разрушить Вавилон. Его славные творцы должны опустить, став прибежищем для диких зверей. Фильм «12 обезьян» рассказывает о глобальном конце света, но явный акцент сделан на уничтожении Америки. Зрителю неспроста показывают разрушенную Филадельфию. В этом городе прошли ключевые события американской революции, включая подписание Декларации независимости. Где государство родилось, там и должно погибнуть. В кинотеатре, где коротали время Этрины Джеймс, проходила ретроспектива работы Альфреда Хичкока, тоже англичанина. Он снимал для американцев страшные и пугающие фильмы. Герои «12 обезьян» видят кадры из головокружения. Его центральная тема – борьба людей со своими трагедиями прошлого. В «12 обезьян» подобная трагедия тоже есть, и связана вовсе не с концом света, который еще не наступил. Тригилем включил в свою работу сцену из головокружения, в которой герои рассматривают ствол дерева с отмеченными на его кольцах историческими событиями. Среди них, конечно, есть отметка о дате основания США. Следом за ней мы слышим такие слова героини. Действие фильма «12 обезьян» происходит в двух городах – Филадельфии и Балтиморе. Символическое значение первого мы нашли. А что со вторым? До революции штат Мэриленд, центром которого является Балтимор, из всех британских колоний в Америке считался наиболее лояльным королем. Но потом что-то пошло не так, и именно успех мятежников в Балтиморе многое определил. Затем последовала череда войн между Англией и, с ее точки зрения, кучкой предателей. К середине 19 века противостояние приобрело новую форму. Америка стала полноценным государством и теперь уже сама боролась с революционерами. Причиной гражданской войны в США была якобы борьба против рабства. Вот только жизнь рабов никого не интересует. Если их пытаются освободить, то для того, чтобы сделать своими рабами. В сражении с противником задача найти его слабые места и по ним ударить. В случае Америки уязвимым местом всегда была и остается тема угнетения чернокожих. Вскоре после Американской революции в Лондоне было основано общество борьбы за отмену работорговли. Оно положило начало всемирному движению, направленному против США и конкурентов Англии по колониальному бизнесу, Испании и Франции. В результате к 1861 году Америку привели к расколу и новой войне за независимость, горячая фаза которой, совпадение или нет, началась с восстания в Балтиморе. Своё название город получил от имени основателя, английского барона, носившего титул Лорд Балтимор. После революции переименовывать город не стали, но зато убрали старый флаг Мэриленда, взятый с фамильного герба английского аристократа. Незадолго до Гражданской войны его почему-то вернули, а после убрали снова. В 1904-м произошло второе возвращение, и по сей день флаг Лорда Балтимора служит флагом штата Мэриленд. А ещё интересен акцент английского языка, на котором говорят в Балтиморе. Свои акценты есть везде, но для остальных американцев речь жителей Балтимора звучит слишком странно и становится предметом для шуток. Зачастую посторонние люди называют местный акцент похожим на британский. Так или иначе, кадры уничтоженной Филадельфии нам показали, а Балтимора нет. В контексте языковых тонкостей определённое значение имеет ещё один город. Пекин. Он был среди городов, которые планировал посетить доктор Питерс. Странность в том, что название произнесено в устаревшей форме. Уже давно в английском говорят и пишут иначе. Бийджин. Китай никогда не был явной колонией, но в 19 веке в очень большой степени контролировался западными колонизаторами. Американцы пришли в Китай последними, но довольно быстро отвоевали себе центральное место. В китайской историографии есть понятие «век унижений», обозначающие период с 1839 по 1949 год. Закончился он тогда, когда появились добрые коммунисты и освободили народ Китая от западного гнёта. С тех пор китайцы стали строить свою сверхдержаву. Миллиард людей работает за миску риса, чтобы обеспечить дешёвыми товарами весь мир, ценой личного здоровья и экологии всей страны. Наверное, они сами так захотели. Но всё-таки некоторых западных эксплуататоров в 1949 году из Китая изгнали. Это были США. Потерпев поражение, проамериканские силы сбежали на Тайвань, где с тех пор и существуют. Потеря США политического контроля над материковым Китаем позволила провести централизацию государства, включая создание единого языка, по правилам которого Пекин стали именовать иначе. Что касается английского, то там переход на Бейджин начался в 80-е, после того, как китайцы на дипломатическом уровне стали требовать, чтобы все называли их столицу в соответствии с правилами китайского языка, а не своего собственного, что вообще говоря является нонсенсом. Тем не менее, США спорить не стали, и в 86-м перешли на Бейджин. Поэтому в 95-м, когда снимали «12 обезьян», никто в Америке старое название уже не использовал. А вот в Британии процесс почему-то растянулся на десятилетия и сопровождался шумными дебатами. Главная английская газета «Таймс» перешла на новую форму только в 97-м, а в это время ее корреспонденты рассказывали вот такие анекдоты про американцев и Пекин. Перед нами частная история, но она ярко иллюстрирует общее положение дел. То, какие отдельные вопросы становятся для людей точками столкновения, дают возможность задеть оппонента. На странице Бейджина в словаре Википедии в разделе «Использование» есть, казалось бы, необязательное уточнение, что служба новостей компании BBC использовала старое название «Пекин» во время репортажей, посвященных событиям на площади Тяньаньмэнь в 89-м году. Тогда в Китае произошло масштабное восстание демократических сил. Возглавляли его студенты, которые после своего разгрома сбежали либо в Америку, либо на Тайвань. В общем, какой подразумевается вывод? США никогда не контролировали город под названием Бейджин, и употребление слова «Пекин» служит им горьким напоминанием о былых славных временах, вернуть которые пока не получается. А кое-кто смотрит на это и смеется. Вернемся к святым, Петру и Иоанну. В одном из кадров доктор Джонс предстает перед нами в виде отражения в зеркале. Выражение лица необычное. Из контекста сцены кажется, будто она изображает для Джеймса строгую учительницу. Но этот смысл слишком незначительный. На самом деле, зеркало и выражение лица отсылают нас к персонажу Красной Королевы из Алисы в Зезеркалье, английского писателя Льюиса Кэрролу. Она, в свою очередь, имеет немало совпадений с образом настоящей английской королевы, Елизаветы I. Перечислять все не будем, некоторые уходят в области конспирологии. Нам достаточно отметить сходство имени и внешнего облика. Если связь доктора Джонса с английской королевой и правда верна, то, выходит, по отношению к доктору Гойнсу, она вовсе не Иоанн, а Иуда. И это хорошо видно на примере ее напарника, доктора Питерса, тоже предавшего Америку. Вот как он выглядит в финальных сценах. Начнем с того, что надеты на нем штаны имеют узор, как на шотландских килтах. А дальше мы смотрим на его чемодан, обклеенный ребусами. На первом человек, похожий на Черчилля, грозит кому-то геморроем. На втором видим китов из Уэльса, обещающих накрыть кого-то душем, видимо, ядерным, с помощью подводных лодок. Третий пункт. Словом, атлас обозначают набор карт. Вопрос к карту, чего мы здесь видим. Ни Гренландии, ни Антарктиды на ней почему-то нет. Это карта Америки. Географической, но имеется в виду, разумеется, Америка политическая, пронзенная гвоздем. И, наконец, четвертый пункт. Здесь ни много ни мало зашифрован герб Англии. В шуточном виде, потому что использовал его шпион. Рыжий львенок выступил в роли подсадной утки. Еще несколько таких же были внедрены в армию 12 обезьян и в коллегию ученых из бункера. Доктор Гойнс придумал отличный план. Заморочил голову общественности, разработал вирус и подготовил для себя вакцину. А она возьмет и не сработает. Он думал, что сядет в клетку шутки ради, а попал в настоящую западню. В утренней газете новости о неудаче сопроводили следующим заголовком. Кого авторы фильма назвали первым зоопарком в истории США? Сообщество людей, которые основали страну. Отделили ее от метрополии. После стольких лет борьбы их потомков пустили по миру давние хозяева. Поверженная Америка лежит в руинах и над ней снова властвует лев. Символ Англии. Посмотрите на следующую сцену. Монтаж не изменен. Он такой же, как в фильме. Как сказал один английский писатель, весь мир театр, а люди в нем актеры. Можно добавить, что некоторые из них еще и режиссеры, сценаристы, операторы, костюмеры. Они объединены в труппы и соревнуются друг с другом. Чей спектакль в итоге окажется успешнее, не ясно. Пока можно сказать лишь то, что в последнее время актерам и зрителям достается все больше страданий и боли. Главный вывод, который хочется сделать из фильма «12 обезьян», состоит в том, что при всей звериной сущности нашего мира, которая с каждым днем все сильнее выплескивается на поверхность, у каждого есть шанс остаться человеком. До самого конца. И несмотря ни на что. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok